Я конечно ожидал, что тот, кто выиграет в результате судебное дело, я имею ввиду дело Джонни Деппа против его бывшей и наоборот, получит очень сильный толчок в карьере, но то, что происходит сейчас, честно говоря, предугадать было очень сложно. В том смысле, что Эмбер Хёрд еще пока что лично ничего не выиграла, ведь Депп проиграл на данное время лишь первый иск против таблоида Сан и все равно предложение на актрису карьера, которая по словам ее же агентов еще пару месяцев назад была по сути полностью уничтожена, теперь посыпались как из рога изобилия. А самое последнее, что мы узнали, так это что чувиха, которая уж, простите пожалуйста, за такие детали гадила прямо в своей кровати, сейчас может сыграть диснеевскую принцессу, принцессу Карл, всем привет, с вами Юту и мы начинаем. А если вы не хотите победы Эмбер Хёрд, срочно подписывайтесь на наш канал. Как это связано? Наверное никак, но все равно подпишитесь, хоть будете в курсе всего первыми. В общем, как уже было сказано, в последнее время карьера Эмбер Хёрд переживает стремительный подъем. Ее героини получают больше экранного времени в новой Лиге Справедливости Зака Снайдера, уже даже и нет речи о том, чтобы Хёрд выгнали из второго Аквамена, набери петиция, за это хоть миллиард голосов. Более того, появилась информация, пока что правда неофициальная, но я вполне могу в это поверить, что DC и Warner Brothers рассматривают на будущий вариант съемок сольного фильма Меры, плюс рекламные кампании, а также недавняя инфа о том, что у Эмбер теперь еще один вид заработка, чтение лекции или даже не знаю как там назвать эти ее публичные выступления, за которые актриса получает десятки тысяч долларов в час. В общем, все у нее, как я погляжу, стало резко налаживаться, но от последней новостишки, честно говоря, как мне кажется, мелко трясти начнет любого. Дело в том, что как выяснилось, не только Warner Brothers активно продолжают сотрудничество с Эмбер Хёрд и планируют его наращивать в будущем, но и их лютые конкуренты из Диснея тоже не собираются отставать. Так что помимо новых пиратов Карибского моря с Марго Робби, где теперь может засветиться бывшая Деппа, мышиный дом решил пойти дальше и завернуть все еще куда круче. А именно, дать Эмбер Хёрд сыграть роль одной из легендарных диснеевских принцесс. Да, именно так. Причем, как сообщает инсайдер, это будет сериал, скорее всего для Disney+. Наверное, компания решила постепенно привлекать на свою площадку более семейную аудиторию, в том числе и таким вот способом. И для этого они не нашли кандидатуры лучше, чем Эмбер Хёрд, которая помимо того, что по совершенно объективным параметрам возраста, уже как бы это сказать, чуток старовато, наверное, для принцессы. Что же касается бэкграунда и подноготной актрисы, то тут просто без комментариев. И даже если вспомнить только то, что уже четко доказано, драки со своей бывшей подругой Тассей Ван Ри, с сестрой и Джонни Деппом именно со стороны Эмбер. Безумные пати с обилием спиртного и не только вранье под присягой и принуждение к вранью других. Я говорю о деле с ввозом собак в Австралию, там, кстати, еще неизвестно, чем все закончится. Власти страны настроены очень даже решительно, так что, возможно, будущую принцессу еще будет искать Интерпол. И так далее, это мы говорим только о том, что уже точно известно как факт, если сюда прибавить еще и хотя бы пятую часть того, что пока не подтверждено официально, но вполне при этом вероятно, получится просто умопомрачительная картина. И вот эту-то красавицу Дисней, чтобы мы там всем уже мозги наконец-то повправлялись обратно, решили нанять на роль принцессы. Тот же самый Дисней, который реально увольняет людей за пару вполне себе нейтральных твитов. Это уже не то, что двойные, это какие-то пятерные стандарты, мать их. И единственное, на что я надеюсь, так это, что публике, если все пойдет так, как сообщается сейчас, хватит ума не смотреть эту помойку с такими принцессами. И вся затея рухнет к чертям, доказав свою несостоятельность. Ну а Дом Мыши наконец-то возьмется за ум. В общем, такие они новости, а вообще это последнее видео в этом году. Хочу пожелать вам всем удачи, здоровья, поблагодарить за то, что в это нелегкое время вы были с нами. Ну и встретимся в новом 2021. Всем хорошего праздника, пока-пока.